Путь борьбы, если размышлять прошлое, из чего состоит настоящее и дает нам сотворить будущее, тернистый путь русской нации. Предки, которые нам дали возможность родиться и жить, они были чудесными людьми. Какое-то природное явление их заставляло быть дисциплинированными, их заставляло быть уважительными к своим родителям, и это передавалось с поколения в поколение. Они сражались, они проливали кровь, они умирали. Умирали не для счастлива, а для того, чтобы подрастающее поколение детей стало взрослым, и также стало на защиту своей родины. Тогда была Русь, потом стала Россия, пришло христианство. Ну как оно пришло? Ну что, некоторые люди говорят, что это навязано, это вот из Израиля вышло и пришло к нам для того, чтобы сделать нас слабыми, потому что православие это слабая религия. Нет. Я со многими людьми из разных конфессий общался. Они всегда разговаривают на фрагментальном языке, вычитанном из Святого Писания. А Святое Писание, оно написано людьми, которые получили дар Господа Бога, как доверенные лица. Почему у них даже были некоторые переводчики? Вот то, что они говорили, многие не понимали. И рядом с Моисеем был переводчик, да, доносил до более такого народа, который был прост, привязан к земле. Ему надо было выращивать хлеб. И вот он доносил духовные ценности. Народ без духовных ценностей, ну, извините за выражение, это старый, который живет инстинктом, что он нам сейчас и показывает данные современности. Разврат, расцвение, никакой моральности. Главное, покушать, удовлетворить телесные потребности. Вот на этом строятся, так сказать, стержневые преступные экономики. И в нашей стране эта экономика действует. Потому что там, в правлении, сидят люди уже, кроме денег, которые не видят ничего. Мы не будем заикаться. Мы не проходили этого испытания. Но мы должны быть готовы к этому испытанию. Если мы получим в свои руки русскую власть, богатство нашей страны, мы никогда не должны сами перед собой ни в коем случае обломаться и стать поклонниками этого золотого тельца. Вот только тогда можно построить великую империю. Но я вернусь к тому пути тернистому, который русский народ идет с прошлого. И мы вот здесь сейчас живущие, никто из вас здесь не может встать и сказать, я вот родился, и я горд тем, что я живу. Только благодаря своим предкам, только той благодати от Бога мы живем и неспроста. Мы же не живем вот каждый один. Вот закрылся, даже такой будет человек жить, он все равно куда-то хочет выйти и похвалиться. А вот я заработал это. Или я украл там-то, да. Вот а мне и не поймали. Видали, какой я хитрый? Все равно общинность. И это стержень жизни нации. Если его не будет, нация наша сойдет на нет. Нельзя так. Потому что по тернистому пути мы этому идем, значит, мы имеем какое-то предназначение свыше. Сегодня вы выросли в одну категорию духовности, а через в вашу борьбу отстаивание именно ценности человечности. Наши дети войдут в другую формацию восприятия самой жизни, самой наполненности, для чего мы предназначены. Вот тогда появляются истоки культуры, которые дают право заявлять определенной нации, что мы ведущая нация, образующая нация. И мы имеем право сказать, что наши территории, которые предназначены нам, могут называться империей и высокой культуры. я так. Я так. Есть точно. Я так. Я так. Здесь меня радует одно, что мы прошли через год достаточный путь, когда это было все в напряженной формации, не было средств, был пылающий огонь в сердце. Я сам неоднократно был остановлен на руководством партии. Мне хотелось взять знания. Прийти прямо к Ремлю и скажу, ну-ка выходи на ответ. Вот говорит, перед всем миром не уйдем пока отсюда, вот пока вы не скажете, что прекратится русский геноцид, расплиния общества, воровство, убийство русских людей и так далее. Но еще рано. Рано. Почему? Потому что надо каждому человеку, каждому бойцу нашей партии быть готовым к развитию любой ситуации. Но мы должны не свернуть против этой проблемы, а идти вперед. Я не призываю к смерти. Мне здесь одни люди сказали, что не напоминай о смерти, потому что это темнота какая-то, лучше осветло. Да, русская идея для меня, пусть это по-детски выглядит, это сияющее солнце в разные лучи, которого, да, идут в разные стороны. Мы каждый лучик отработаем. И который луч покажет нам верный путь, мы сконцентрируем всю энергию для того, чтобы победить, раздавить тех врагов, которые нашу империю стараются сейчас сжать. А она сжимается, мы теряем территорию. И по конфигурации всей границы мы видим враги, может, они пешки в игре чужие, вот те же китайцы. А что вы хотите, китайцы? Китайцы, они многомиллиардный народ, правильно, если я не ошибаюсь? Да. Они сначала оборонялись для чего? Для того, чтобы защититься. Сейчас увидишь, что символ русских заснул медведь, они постепенно миграционно пробираются. Правительство это попустительствует. Почему? Потому что знают, что русская нация это самая справедливая нация. Это последний русский оплот, где находится самая истинная православная вера, которой в день Пасхи сходит огонь. И сегодняшнее мероприятие, оно символизирует этот огонь. Потому что даже если стихийно посмотреть на этот огонь, не задумываясь, мы можем от него погреться. Но он горит. И горит по воле Бога. Так что слава нашей России! Победа будет с нами! Спасибо!